Добрый день! Сегодня мы начинаем регулярные передачи «Вера, надежда, любовь» Передачи, посвященные православию, о православии и все, что с ним связано Сегодня первая передача и очень удачный день, потому что сегодня Новый год Сегодня 14 сентября, это день новолетия церковного Новолетие, это церковное новолетие, означает, что в этот день начинается новый круг церковных богослужений Отсчета всех праздников, дней памятных, дат И в августе, 31 августа он закончился в прошлый год В этом 31 августа по старому стилю и 1 сентября по новому стилю он вновь начался Это как раз 14 сентября в нашем летоисчислении Любой Новый год это понятие условное, смотря что считать точкой отсчета В гражданском календаре это 1 января, а в церковном новолетии отмечают 1 сентября по старому стилю Или 14 сентября по новому Причем начало летоисчисления относилось на 5509 год до нашей эры Поэтому согласно принятому в Византии и допетровской Руси летоисчислению Сегодня начинается 7522 год от сотворения мира То есть 7522 года назад был создан Адам и началась человеческая история Этот календарь вместе со старым стилем до сих пор признается православной церквью Именно в сентябре начинается годовой цикл богослужений Летоисчисления от сотворения мира пришло на Русь из Византии вместе с православием А теперь о дате 1 или 14 по новому стилю сентября Изначально на Руси наступление Нового года праздновалось 1 марта Обоснованная эта традиция была тем, что Бог, по расчетам византийских ученых Завершил творение мира именно 1 марта в пятницу А празднование Нового года 1 сентября вместо 1 марта Стало отмечаться на Руси лишь с 1363 года С 1492 года новолетие стало одним из главных церковно-государственных праздников Которые отмечали на Соборной площади Кремля в Москве Одно из последних напоминаний о праздновании Нового года 1 сентября Существует до сих пор в нашей повседневной жизни Именно с новолетия всегда начинались занятия в церковно-приходских школах Эта традиция распространилась впоследствии и на все другие учебные заведения Поэтому новый учебный год в школах и начинается 1 сентября Православие все больше включается в повседневную жизнь каждого человека Во всех сферах деятельности И православие, оно помогает человеку обрести внутреннюю гармонию в этом мире Мир наш очень сложный, мы постоянно подвергаемся различным внешним воздействиям Которые не всегда нам, в которых не всегда нам удается выстоять Каждому человеку нужно обрести некий скелет внутренний, некую опору И такой опорой для нас, для многих из нас служит православие Почему православие? Почему мы говорим об этой религии? Это религия, во-первых, это религия, конечно же И религия это некое такое богопочитание Это попытка соединения с Богом, попытка переживания Бога Попытка понять вообще Бога как такового, как личность И с Ним вместе найти контакт Вот православие, конечно, в нашем мире, вы знаете, что много религий различных Люди разных религиозных верований Конечно, в нашей стране православие, оно традиционно Но традиционно ему уже 1025 лет На самом деле православие это правильное славление Бога То есть правильное его почитание, правильное его понимание И мы считаем, что мы действительно именно так его и понимаем правильно Если посмотреть исторический аспект этого вопроса То мы увидим, что многие историки, археологи Раскапывая какие-то древние городища, например Или другие образования, другие следы цивилизации Находят в более поздних слоях следы монобожьих То есть почитание одного Бога И лишь в более поздних слоях цивилизационных Появляются следы появления других Богов И это говорит о том, что язвичество не было исконным вероисповеданием А оно является разрушением истинного вероисповедания То есть оно строится на обломках истинного вероисповедания И там, где вера теряется, там появляются иные Боги И для меня вот это именно состояние души, что я верую А вообще это воспитывается в семье Без веры трудно жить Люди, когда верят, они боятся обидеть другого человека Боятся причинить зло другому человеку Вообще как-то с верой легче жить Силу, помощь какую-то, да, с верхних сил, наверное Потому что, когда плохо, идешь в храм И тебе помогает это все Успокаивает Уверенность в завтрашнем дне, что ты не одна Вера, она с испокон веков Сами знаете Владимир, князь Эту веру на Русь принес И надо держаться этой верой Потому что без веры это ничто Не жизнь Кстати говоря, наличие Бога Оно у нас подтверждается многими фактами И, может быть, многие из людей Многие из вас в своей жизни чувствовали и видели и ощущали Были свидетелями событий, которые Не Находятся за пределами материального мира Которые необъяснимы научными Фактами, как научные факты Которые наука объяснить не может Но они существуют Ну мы знаем, например, в повседневной даже жизни Во многих сейчас много явлений таких, как, например Мир точил иконы, когда из иконы, из доски Покрытой краской Или даже из бумаги На которой напечатано изображение Вдруг начинает источаться масло Вглухающее Или еще больше Бывают такие случаи, когда из иконы Источается кровь Самая настоящая кровь Когда берут ее на анализ То действительно оказывается человеческая кровь Вот, то есть мы видим тут какое-то пересечение Нематериального мира и материального То есть в этой точке пространства Материального мира вдруг открывается источник Вот этого масла Или даже крови человечества Или, например, сошествие благодатного огня Вот такое тоже совершенно уникальное событие Которое происходит регулярно каждый год В Иерусалиме В храме Воскресения Христова В последний день поста великого Вот, по молитвам православного Патриарха Иерусалимского Происходит Зажигаются вдруг сами собой свечи У патриарха, а иногда даже и у всех присутствующих Священное Писание сосредоточено в книге Которая называется Библия И вот в Библии, мы знаем из Библии Что человек создан Богом И человек этот Адам, а также его половинка Его друг Ева Жена его Они общались с Богом напрямую Там не было вопросов о том, какой Бог Правильно они ли верят или неправильно Они увидели, они с ним общались Они с ним разговаривали Вот, но затем В результате различных событий Проишедших с ними Произошло так, что они от Бога были удалены Они сами от него удалились И человек, попав на землю Удаленный от Бога Он начал подвергаться различным воздействиям Со стороны других духовных сил Вот, духовный мир, он огромен Он, может быть, больше нашего материального Мы не знаем о нем многого Мы можем только предположить Об этом мало содержится информации Вот в книгах Святого Писания Но, тем не менее, мы знаем одно Что он велик И что он населен личностями Он населен личностями, которые Часть из них, созданные, во-первых, Богом Также, часть из них с Богом находится Часть из них рядом с Богом живет А другая часть отверглась от Бога То есть, другая часть духовных сил Не захотела быть с Богом Захотела создать свой новый мир С момента создания человека С момента его появления Те духовные силы, которые отреклись от Бога Они пытаются И этот новый проект Так, современным языком, если сказать Проект под названием Человек Проект, который выпистывал сам Господь Они пытаются этот проект всячески ему повредить Пытаются разрушить то, что заложено Богу При создании человека Пытаются разрушить то предназначение Ради которого человек создавался И был приведен в этот мир И поэтому на каждого человека происходит Определенное воздействие со стороны этих сил И вот человек либо устоит Вот под этим воздействием Либо не устоит Но даже если он не устоит Он может снова подняться Если он упадет, он может снова подняться Сможет очиститься, сможет прийти И снова начать свой путь к Богу Если он его к нему начнет Вообще, изначально Если он повернется к нему лицом Хотя бы один раз Одним из главных является его крещение Крещение – это некое событие Связанное с началом новой жизни Церковь говорит, что крещение – это рождение в новую жизнь Так сказал Господь Однажды, как нам повествует Евангелие К Иисусу Христу пришел Никодим Некий член Синандриона Иудейского То есть высшего органа власти Иудейской общины Которая жила в Палестине Он был одним из этих старцев мудрых Одних из семидесяти старцев Которые правили иудеями И он почувствовал, что все-таки Тот, кто называет себя Иисусом То есть спасителем Он действительно истинный спаситель Но хотел развеять свои сомнения И поэтому пришел для того, чтобы с ним поговорить Пришел ночью тайно Потому что боялся Противодействия от других членов Синандриона Потому что большинство из них этому не верили И вот он тайно пришел к Иисусу И спросил Как же все-таки Достичь спасения Ну раз спаситель пришел Он пришел спасать всех Значит, что нужно сделать, чтобы спастись И Христос сказал Для того, чтобы спастись Первым, что надо сделать Это родиться вновь Родиться вновь от воды и духа Никодин был удивлен Он был уже человеком в возрасте И он был удивлен тому Как он может снова родиться Ведь он стар И Христос пояснил Рождение происходит Духом Святым Под воздействием Духа Святого Вот это событие Рождение от воды и духа Оно и называется крещение В цикле наших передач Мы постараемся Дойти до сути православных Православия До сути отношений православных Что такое Правильное прославление Бога Какой Бог? Чем он отличается от богов языческих? В чем разница между Скажем Православием и католицизмом? В чем разница между православием и Например Протестантизмом? Какие Главные действия Человека должны быть Для того, чтобы обрести Православие? Что нужно Вспоминать? Какие дни надо вспоминать В течение года? Какие праздники у нас происходят? Что они означают? И многое-многое другое Может быть у вас будут вопросы Какие-то к нам Я думаю, что такие вопросы есть И их много Вы можете смело присылать Свои вопросы На ТРК Вот И мы постараемся на них ответить Полно Если у вас будут Какие-то Личные вопросы Такого характера Может быть даже Сугубо личного Вы можете прийти в наш храм Или в другой храм Необязательно в наш Так что Пожалуйста Мы ждем ваших вопросов И ждем вас, конечно В наши храмы Дорогие друзья Мы сегодня с вами прощаемся Но ненадолго Следующая наша встреча Состоится через две недели В субботу Всего вам доброго Спасибо за субботу Спасибо за субботу Спасибо за субботу